Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня никуда не поеду. Это так много людей пишут, ну куда же вы едете, ну куда же вы едете, никуда не поеду. И сегодня я хочу поговорить с вами, может быть такой спокойный видосик у нас будет, но хочу поговорить с вами о карантине и о том, каким образом все-таки не сходить с ума в этом однообразии. Несмотря на то, что у многих людей добавилось работы, сейчас у кого-то активнее заварился мозг, много приходит идей, много приходится вертеться, несмотря на все это мы устаем. И устаем мы, понятно по какой причине, потому что мы находимся сейчас достаточно в небольшом пространстве, и это сильно напрягает, безусловно, потому что, как говорится, лучший отдых это смена деятельности и, конечно же, смена обстановки. И если в обычные дни мы куда-то приезжаем, там магазин, там салон, там какой-то зал, где мы там тренируемся, еще что-то происходит, да, ребенок, школа и так далее, то, конечно, когда мы остаемся в стенах, и когда рано или поздно наш график начинает каким-то образом приобретать новые очертания и формы, ведь, заметьте, если вы уже сейчас думаете, пытаетесь вспомнить о том, как было месяц назад, вы понимаете, что было в корне вообще по-другому, да, и кто-то думает, что было очень классно, пока у каждого разные свои мысли, но однозначно за месяц все сильно поменялось, да, хотя казалось бы, это всего лишь какой-то месяц, но уже о некоторых вещах мы вспоминаем, как о фантастических каких-то, мы уже приучились самостоятельно делать кучу вещей, ну и так далее, и так далее, и так далее. И я периодически тоже устаю, устаю, потому что у меня есть такое ощущение, что я мало очень успеваю делать, и это меня порой просто начинает разъедать, потому что я каждый день себе пишу задачи, каждый день есть такой список туду-лист, который нужно сделать обязательно, и это касается рабочих моментов, туду-лист, который касается, безусловно, всего, что связано с бытом и с детьми, поскольку у меня двое детей еще, и, безусловно, это еще туду-лист, который, ну как бы, что-то там должно быть твое, твое-твое-твое, например, там тренировка какая-то, вот, которую оказывается очень сложно вставить в свой график, потому что вот эта текучка все начинает забирать, и, конечно, у нас есть такие с вами колебания нашего настроения, нашего состояния, что есть естественно. Какие я для себя взяла такие сейчас правила, основы, которые помогают мне во всем этом дурдомище, которые происходят, чувствовать себя хорошо? Первое, я как бы отделила для себя все-таки три вот этих категории. Категория бытовухи, сюда включаются и дети, да, вот эта вот вся белиберда. Второе, это моя работа, то есть те рабочие вопросы, которые я должна делать, несмотря ни на что, и третье, это мое личное. Личного сейчас стало сильно меньше, конечно же, потому что вот этот ты стала матерью больше, там где-то работником больше, где-то хозяйкой, то есть вот это твое, то, что было раньше, оно, например, чисто мое, оно сейчас на несколько разных категорий разошлось, но тем не менее. Что важно? Важно то, что я каждый день составляю для себя список. Первое, это то, что я должна сделать по работе в любом случае, то есть я планирую свои эфиры, я планирую свои записи роликов, я планирую, я провожу сейчас рерайтер жизни регулярно, у меня медитацию, которую я готовлю через день, у меня новый урок, который я готовлю, новую главу, и это мои мастхевы, то есть я это точно не могу не сделать. За счет того, что я, например, все время, у меня это связано со съемками, я точно знаю, что я утром встаю, мне однозначно нужно помыть волосы, все привести себя в порядок, для того, чтобы потом, когда я вырвалась либо в комнату, либо в машину, я уже нормально выглядела. То есть это такой первый мой момент рабочего характера. Вообще, я, кстати, заметила, что если ты встаешь и не приводишь себя в порядок, а ты в такой роли чукчей, ты вообще абсолютно ничего не можешь делать. Это как бы первое. Значит, я составила для себя список того, что я должна делать однозначно, точно так же, как и в рабочий день, в обычные, скажем, дни. Я составляю такой же список, и это точно должно быть сделано. То есть тут нет каких-то моментов, что я могу это не сделать. Нет, это обязательно должно быть сделать, потому что есть определенная привязка, безусловно, к деньгам, к результатам, к той стратегии, которая у меня есть. Это первое. Второй момент. То, что касается быта. Есть такие вещи, которые точно должны быть сделаны, но это касается, например, моих детей больше, их тренировок и так далее. Что-то включить, где-то сделать им прически, где-то еще что-то такое. И плюс организация быта своих детей. То есть я детей сейчас организовываю и заставляю за собой убирать, заставляю застилать постели, контролирую, чтобы они почистили зубы, убрали за собой после того, когда они поели. То есть для того, чтобы я не превращалась в эту постоянную хозяйку, я их организовываю. То есть мы с ними договариваемся. Они у меня даже, например, старшая моя дочь, она даже директ у меня обслуживает сейчас в Инстаграме, когда нужно сделать какие-то рассылки, что-то кому-то отвечать. Она очень часто это сейчас делает и зарабатывает таким образом деньги, как моя личная помощница. Это второй момент. Значит, есть, безусловно, вот эти стирки, глажки и так далее. Я стараюсь это, несмотря на то, что у меня машинки, да, там стиральная, сушильная, я думаю, сейчас у большинства как минимум стиралка есть. Но есть еще такие моменты, как вот глажка. Вот это все должно быть каким-то образом, знаете, это не главное, однозначно не главное, и мы не должны на это тратить какой-то такой конкретный ресурс времени. То есть мы должны понимать, что там раз в несколько дней надо в идеале быстренько там что-то гладануть. Но не делать это главным делом, потому что иначе это все время наше съедает. Ну, то есть прям совсем плохо. Следующий момент – это я, да, это я. Вот там, где я обычно на первом месте, сейчас начала становиться на последнее, потому что я просыпаюсь уже не в том режиме, я сейчас в час ночи ложусь и где-то в 9 утра просыпаюсь в начале 10-го. Вот так вот уж режим как бы сместился, но я решила, что это уж мой режим, карантинный режим, поэтому пусть будет таким. Соответственно, у меня вечер получается достаточно эффективным, и вечером я провожу как раз и медитации, и практики разные, и готовлюсь, и сама еще обучаюсь. Так вот, как раз то, что касается меня, это момент моего личного обучения, потому что, как я уже говорила, для того, чтобы мы могли наполнять, мы должны наполняться, и это момент моих тренировок. Значит, тренировки оказались очень проблемной историей, потому что, когда ты просыпаешься, и ты думаешь, что час у меня будет тренировка, есть опять миллион дел, которые тебя начинают, значит, каким-то образом отдергивать. Поэтому я решила, что пусть три тренировки в неделю – это может быть роскошью, но две я точно должна делать. И лучше всего, когда вы планируете себе этот день, планируете себе этот час, у меня порядка полутора часов происходит, потому что вместе с растяжкой, я прям это время для себя беру, и это время работаю. То есть понимаешь, что мое тело этого требует, я понимаю, что это необходимо делать, иначе ты вообще начинаешь внутренне себя чувствовать не очень хорошо. Для того, чтобы ты был в ресурсе, ты должен тоже собой где-то гордиться, помнить, что ты делаешь для себя. Это первое. Второй момент – это то, что касается моего обучения. Это тренинги, это медитационные практики я прохожу, не только провожу, а прохожу, безусловно. И это чтение книг. То же самое. Для того, чтобы вы хорошо себя чувствовали, обязательно добавляйте в свой день вот эти вещи. То есть прям посмотрите по своему графику, когда вам удобнее это делать, но прям силком себя заставляйте. И на этот момент отключайтесь. Все, вы на этот момент не мама, не кто-то еще. Если вы будете в свою жизнь добавлять вот эти обязательные вещи для себя, у вас не будет чувства вины, у вас не будет состояния, что вы превратились вообще непонятно в кого, и решаете целыми днями постоянно возникающие проблемы, которые, по сути, никуда вас не несут. Это такой синдром домохозяйки. Вот я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто всегда был домохозяйкой. Вам сейчас не так сложно перестраиваться. Вот люди, конечно, которые вели активный образ жизни, это сейчас действительно для нас большой стресс. Вот каким-то образом все переиграть. Обязательно ставьте для себя какие-то нормативы. Знаете, нормативы за неделю, что вы должны сделать. То есть что вы должны сделать, потому что за день не всегда получается, за неделю, что вы должны сделать для этого, за эту неделю. Какие результаты вы должны получить со своей командой, самостоятельно, со своим партнером, в зависимости от того, с кем вы находитесь. Для того, чтобы вы понимали, как вы растете. Даже если вы не занимаетесь бизнесом, ставьте себе нормативы, которые будут касаться, что вы хотите посмотреть, что вы хотите прочитать, может быть, какой тренинг вы хотите пройти. То есть какая-то работа над собой, но вы должны видеть, что это двигается. Если вы не ставите себе вот такие галочки и буйки, то вы в этой каше ощущаете себя абсолютно несчастным человеком. Это как, знаешь, целый день убирать дома. Ты вроде бы убираешь, ты молодец, но это совершенно неблагодарная работа. И бывает такое, что за 10 минут потом все пришли, и все снова так, как было. И у тебя ощущение полной неудовлетворенности. Поэтому вот эти буйки обязательно должны быть. Вы должны понимать сейчас, что пока что это наша реальность. Вот пока что. И в этой реальности мы должны сейчас жить не с ожиданием, когда это закончится, а с моментом того, что нам сейчас какое-то время нужно пожить в этой реальности. Но нам ничто не мешает точно так же достигать каких-то результатов, расти, двигаться. И, возможно, в какой-то другой истории, но внутренне достигать каких-то или внешне достигать каких-то новых результатов. Рост сейчас обязателен. Неважно над чем. Самое главное, конечно, чтобы у нас были вот эти три истории, где есть развитие меня, где есть развитие меня в контексте работы, и где есть развитие меня в контексте хозяйки, мамы там, да, или папы, если вы мужчина. То есть это важно. Поэтому для себя ставьте штришочки, что для вас такое вот это означает. Например, я как мама, я вот замечаю, что мне важно там домашнее задание по английскому проверить, сделать, посмотреть, понятно ли ей эта тема. Включить ей какой-нибудь, например, урок дополнительный, если ей что-то неясно. То есть я чувствую, ну, что если я этот момент не контролирую, то я как будто бы забиваю на своего ребенка, да, то есть как будто бы мне пофиг вообще, что он там делает. Ну и так далее. У каждого из нас есть свои звоночки, и необходимо просто на это обратить внимание. Для того, чтобы, повторюсь, мы окончательно с вами это, не ехали крышей, ну и могли как-то насладиться, или лучше сказать, ну, просто прожить. Не пережить, а прожить. Вот знаете, многие люди часто говорят о том, что поскорее бы это закончилось. Но я вам хочу сказать, что я знаю большое количество людей, которые и до карантина говорили, поскорее бы это закончилось. И после карантина будут говорить, поскорее бы это закончилось. И это опять-таки понимание того, что для многих из нас жизнь, это как будто бы вечное желание перемотать с надеждой на то, что там будет что-то такое. Так вот, что-то такое мы делаем с вами здесь и сейчас. И в зависимости от того, что мы делаем сегодня, мы определяем то, каким будет наше завтра. И если вам все время хочется перемотать, то вы должны осознать, что до тех пор, пока вы не успокоитесь и не начнете творить свою реальность сегодня тем способом, которым вы считаете нужным, ну, все время будет включена перемотка и рано или поздно все закончится на кладбище. Так что, опять-таки, может быть, вирус вам сейчас будет очень... Даже кстати, вы поскорее облегчите свои страдания. Я, конечно, никому такого не желаю, но иногда люди, сами того не осознавая, притягивают в свою жизнь болезни именно потому, что вы сами об этом думаете. А как я уже говорила, Вселенная слышит все, что мы говорим. И наши мысли — это реальная энергия, и она дает нам то, чего мы, в общем-то, просим. Вот. Ну, в общем, я не знаю, насколько это видео вам зашло на самом-то деле. Вот мне просто сегодня как-то так спокойненько своими мыслями поделилась, потому что у меня вот этот вечный хаос и истерия в моей собственной голове, что, о, Господи, я ничего не успеваю. Я просто... Потом, когда я вроде успокаиваюсь и начинаю смотреть, я понимаю, что вроде все, что я запланировала, я сделала. Сегодня я счастливый человек, я сегодня потренировалась. Вот. Поэтому вообще как-то уже гордость за себя есть. Готовлюсь к медитации, потому что сегодня вечером будет у нас большая классная медитация. Ну, и, собственно, наслаждаюсь и ставлю свои дальнейшие цели, планы, к которым я планирую идти. Буду рада видеть вас в Инстаграме, на своем прямых эфирах, которые я там стараюсь через день проводить. Я, кстати, стала выкладывать эфиры, некоторые в Ютубчик потом заливать. Так что наслаждайтесь, если вам заходит то, что я говорю. И буду благодарна вам, если вы не будете жадничать, не забывать и ставить моим видосикам лайки. Всем спасибо. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!